Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог» и я, ее ведущая Виктория Степашко. Сегодня мы говорим про наличные деньги. И хотя мы все реже ими пользуемся, на смену пришли банковские карты, да и цифровые рубли уже на подходе. Наличные все равно для большинства остаются популярным и необходимым средством расчетов. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о наличных, пожалуй, все. Ирина Торчева, ведущая эксперт денежных знаков отделения Банка России по Камчатскому краю. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Виктория! Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность российских денег и, самое главное, как они защищены? Российские деньги считаются одними из самых защищенных в мире, не говоря уже о том, что они настоящие произведения искусства. В их создании участвуют фотографы, художники, граверы. Учитывая современные стандарты защищенности, немаловажную роль в данном процессе принимают и технические специалисты. Мне кажется, что красотой наших денег вдохновляются не только порядочные граждане, но и злоумышленники, которые научились их просто идеально подделывать. Были ли такие случаи на Камчатке? До 2020 года ситуация в Камчатском крае была вполне спокойной. Примерно выявлялось 13-14 фальшивых банкнот. Однако в течение последних лет ситуация изменилась. В 2020 году в банковском секторе Камчатского края было выявлено 122 банкноты, имеющие признаки подделки. В прошлом году их выявлено 74. За первое полугодие 2022 года выявлено 26 фальшивых банкнот. Имитируют в основном банкноты крупных номиналов 1000, 2000 и 5000 рублей. В большинстве случаев имитируются банкноты 5000 рублей. Подделывают иностранную валюту. Но данные подделки встречаются реже в силу того, что они не так востребованы в обороте. Так, например, в первом полугодии 2022 года была выявлена фальшивая банкнота иностранного государства номиналом 50 долларов США. Также необходимо отметить, что все банковские учреждения, работающие в Камчатском крае в борьбе за чистоту денежного обращения, тесно сотрудничают с органами внутренних дел. Разрабатываются, согласовываются схемы эффективного взаимодействия, повышение оперативности информационного обмена. Я так понимаю, что уровень подделок достаточно высокий, если зачастую их могут выявить только в банках. А что же тогда делать обычному продавцу в магазине или на рынке? Самый простой и эффективный способ – это сравнить подозрительную банкноту с купюрой, в подлинности которой вы не сомневаетесь. Разница будет видна сразу же. Если же сравнить не с чем, то можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России». Данное приложение содержит информацию обо всех банкнотах, находящихся в обращении, и о защитных признаках, находящихся на них. Приложение подскажет, как выглядит банкнота, какие защитные признаки содержит и как они выглядят. Можем ли мы прямо сейчас нашим зрителям рассказать, как выявить подделку на примере пятитысячной купюры? То есть на какие знаки, моменты нужно обратить внимание, вот прямо здесь и сейчас, если не использовать приложение? Допустим, нет смартфона под рукой. Конечно. В первую очередь это водяной знак. Это защитный элемент, который сформирован в процессе отлива банкноты. И его мы можем проверить в проходящем свете. На банкноте 5000 рублей, водяной знак, локальный, комбинированный, многотоновый. Основное изображение, памятник Муравьеву Амурскому, выполнен в полутонах, с добавлением более светлого водяного знака цифрового изображения номинала. Второй защитный признак – это защитная нить. На пятитысячной банкноте, модификации 2010 года, защитная нить выполнена в виде фигурного окна с кинетическим эффектом. И при наклоне банкноты мы можем наблюдать на защитной нити перемещение цифр 5000. Это уникальная разработка госзнака. Еще один немаловажный защитный признак – это билет. Надпись «Билет Банка России», метки для людей с ослабленным зрением. И тонкие штрихи по краям купонного поля обладают повышенной рельефностью. Это мы можем определить тактильно. Герб города Хабаровска на банкноте 1997 года 5000 рублей. При наклоне меняет цвет с малиного на золотистый зеленый. На банкноте 5000 рублей модификации 2010 года мы можем наблюдать перемещение горизонтальной блестящей полосы вверх и вниз. Микроперфорация – это тоже защитный признак, который мы можем просмотреть на просвет. Это цифровое изображение номинала, выполнено ровными параллельными рядами микроотверстий. Это основные защитные признаки, которые вы сможете без специального оборудования проверить сами. Вот у меня появился такой вопрос. Почему о защитных мерах принято говорить в открытую? То есть если злоумышленники услышат, увидят и начнут подделывать точно так же? Или подделать в идеале невозможно? В основном они имитируют внешний вид банкноты. И если важно всем гражданам знать защитные признаки и как выглядят наши банкноты для того, чтобы обезопасить себя, своих знакомых от неприятных ситуаций, когда мы получаем на руки фальшивые банкноты. Что характерно для подделок на Камчатке? Есть какие-то особенные знаки, признаки? Ну, в большинстве случаев это, конечно, водяной знак. Он отличается от подлинного, так как не имеет полутонов и выглядит более темным. Микроперфорация. Она выполнена проколами и с оборотной стороны ощущается деформация бумаги, то есть такая шероховатость, чего не должно быть, если банкноты настоящие. Опять же надпись, как я уже говорила ранее, которая обладает повышенной рельефностью, она плохо ощущается тактильно. Это надпись «Билет Банка России», «Метки для людей с ослабленным зрением». Ну, это, в принципе, вот основные такие характерные, скажем так, признаки, которые себя выдают. Давайте представим ситуацию. У человека заложились сомнения в подлинности банкноты. Что ему нужно делать? Куда обращаться? Куда идти? Ну, посоветовала бы, если у вас есть какие-то сомнения в подлинности купюры, не берите ее. Если же уже случилась такая ситуация и купюра оказалась у вас в кошельке, обратитесь в любой коммерческий банк. И там абсолютно бесплатно проведут экспертизу денежного знака. Возможно, у вас купюра потрепанная, изношенная, но она подлинная. И тогда вам на руки выдадут новую. Если все-таки у эксперта возникли сомнения в подлинности вашей купюры, купюра передается в Банк России для экспертизы. По результату экспертизы, если подлинная банкнота зачисляется стоимость вам на счет, если поддельная, регулятор передает в правоохранительные органы. А возможно ли получить подделку, скажем так, из банкомата? Нет, невозможно, потому что банкоматы у нас снабжены специальными устройствами, которые проверяют банкноту на подлинность. Ирина, большое спасибо за такой открытый диалог. Будем надеяться, что камчатцы будут бдительны и не будут попадаться на фальшивые деньги. Спасибо вам за интересные вопросы и за внимание. Всего хорошего. Напомню, гость нашей программы Ирина Торчева, ведущая эксперт денежных знаков отделения Банка России по Камчатскому краю. В студии была Виктория Степашко. До новых встреч в эфире. Ирина Торчева